Доброе утро! Все хотят кайфануть, насладиться, давайте им дадим лучший сервис и заработаем конкретные бабки. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Я буду очень мало сегодня говорить, вы просто увидите работу и я надеюсь, что вас это вдохновит. Погнали! Вау! Ребята, извините, что нафигал. Я просто в шоке. 32 доллара, 14 миль. Я обычно не беру такие длинные заказы, но сейчас, блин, 5.40. Пробок нет, машин нет. Погнали забирать, давайте. Робот, я же знал, настрой зарешает. Погнали дальше. Молимся, чтобы было еще лучше. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... А также, самое главное для меня, это моя музыка. И если вы перейдёте по ссылкам под этим видео и подпишитесь на мои музыкальные каналы, это будет просто невероятно, ведь очень скоро я выпускаю новый музыкальный клип. Давайте вернёмся к нашему видео, и спасибо вам за поддержку. Так, ребят, сейчас настал небольшой перерыв, пока не буду говорить вам, сколько заработал, но заказы не приходят, поэтому самое-самое главное. Вообще, надо было это сделать раньше, но я немножко ленивый. Надеюсь, что скоро исправлюсь. Сейчас надо будет обязательно помолиться, и хочу вам сказать, неважно, какой вы религии. Надо просто благодарить Всевышнего за каждый новый день. Ведь, как сказал Снупи, Yeah, don't forget to thank him, because he did not forget to wake you up, my mother. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чувствую себя намного лучше, готов работать дальше. Помните, обязательно нужно помолиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я имею в виду 2 часа дня, не 2 часа я работаю, работаю намного дольше. И сейчас я забираю заказ из Louisiana Fried Chicken. 8 долларов, 8 миль. Понятное дело, что чаевых нету, но дело в том, что это меня ведет обратно в сторону дома, где есть хорошие рестораны, и я могу немножечко передохнуть, понимаете? Я не хочу оставаться в районах, где мне не все знакомо. Но было очень круто. Я сейчас на 220 долларов где-то. И я надеюсь, что у меня хватит времени сегодня добить нашу с вами заветную цифру в 450 долларов. Я не знаю, сколько времени у меня это займет, конечно, но я сделаю все возможное. А вы смотрите, вдохновляйтесь. И если вы до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ведь вы, не подписавшись, столько всего упускаете. Пойдемте заберем заказ и поехали в сторону дома. Ну что, ребят, 3.50. У нас был довольно длинный перерыв без заказов. Честно говоря, меня это очень сильно пугает, потому что мы на 228 долларах. Я сейчас получил заказ на 7 долларов всего лишь 1 миля, даже чуть меньше. Но я боюсь, что если так будет продолжаться, то я даже до 10 вечера не уложусь. Вот. В общем, вы держите за меня кулаки, а я сделаю все возможное. Погнали. Так, ну что, друзья. Вот уже не 12, даже уже 13 часов прошли. 13 с половиной часов. Мы с вами в деле. И я просто в шоке. Даже 300 долларов нету. Блин, я так нацелился. А сейчас я даже сомневаюсь, что я 350 долларов заработаю. Блин. Я так расстроен, сволочуга. Ненавижу ругаться. Ну, я не могу по-другому. Как же так? Ну, вы сами видели, какие заказы. Блин. В чем дело, я реально не понимаю. Да, конечно, среда это далеко не самый лучший день в неделю, чтобы бомбить. Но именно для этого я и хотел сегодня снять ролик, чтобы вам показать. Я не как другие блогеры, блин, выбирают воскресенье. Причем бомбовое воскресенье. Да? Какое-то, не знаю, какое-то праздничное воскресенье. Там, мамин день, папин день. Или какой-то национальный праздник воскресенский. Бомбят и показывают. О, я 500, я 600 долларов заработал. 20-22 часа катаются. Я, во-первых, не готов даже один-два раза вообще за всю историю блога так покататься, чтобы показать, что это возможно. Потому что вряд ли кому-то из вас это пригодится. С другой стороны, это как бы развлекательно. Я понимаю, но здравый смысл-то тоже должен быть. Я хотел вам показать именно продуктивность, эффективность. Как максимально быстро и максимально четко заработать. И пока что, кроме нормального использования бензина, я ничем вам даже похвастаться не могу. Не знаю, что случилось. В общем, ненавижу жаловаться. Но сейчас я даже не знаю, о чем говорить. В общем, я очень сильно расстроен. Я надеюсь, что я хотя бы до 350 доползу. Но если нет, ребят, уж простите. Будет у нас еще с вами шанс. Я обязательно вам докажу, что это возможно. А пока что позволю себе оправдаться. Машина у меня не в самых здоровых кондициях. И работать 24 часа я тоже не могу. Давайте выжмем все, что возможно. И уже поговорим потом. Ребят, я все. Правда, я не привык такие вещи делать. Но я сдаюсь, это невозможно. 7.20. Ни черта нету. Уже GrabHub написал, что ваше время подходит к концу. Вы автоматически будете выведены из онлайн. И у меня всего лишь один заказ был на GrabHub за весь день. Я в шоке. Такого дерьма никогда не происходило. Я всегда выгрызал 300 долларов. Вы по моим первым роликам это можете заметить. Всегда. В самые худшие дни. Я за 12, за 13, за 14 часов выдирал 300-310 долларов. Это было всегда. Я не знаю, что случилось. День начался охренительно. Потом, ну, ожидаемо было, что все равно какие-то перерывы настанут. Но я не понимаю, в чем дело. Блин, Uber Eats, DoorDash. Что за херня с вами происходит? Встал человек рано утром. Какого хрена вы делаете, я не понимаю. Это же, блядь, не работа. Это же рабство поганое. Я в шоке просто. Ваши вот эти вот калифорнийские Prompt 22 вообще не помогают. Как так можно со своими водителями? Вот то, что, не знаю, то, что люди чаевые не дают, бог с ними. Как вы можете так вот работу останавливать? Но это же кошмар. Я просто, я ужасно расстроен. Я, это просто, это принципиально. Я обязательно сделаю это. И причем сделаю это, как я ранее сказал, не в выходной и не в праздничный день. Я обязательно выйду. Я эту тему добью, потому что, ну, меня не устраивает. Ладно, если я хоть как-то там 320-350 долларов, и то это унижение. А я даже до 300 долларов сегодня не дошел. Это кошмар. За последние 5 часов мне пришло 6 заказов. 7 заказов. 4 из которых я выполнил, потому что, ну, я не хотел уже сидеть на месте, понимаете. Они мне все равно присылают 3, 4, 5, 8 долларов на 8 миль. 20 долларов на 20 миль. Ну, что за кошмар. Я дико извиняюсь за такой конец, но я не хочу быть каким-то фальшивым, ребята. Я пусть во вред себе, я хочу быть собой, я хочу свои настоящие эмоции вам показать. Я абсолютно недоволен этим днем. Я абсолютно недоволен тем, как высылают заказы, как работает любая из этих доставок. Это абсолютное неуважение к своим доставщикам. Я очень надеюсь, что такие дни больше не будут. А если будут, то, блин, ну нафиг, я их судить буду. Это кошмар. Что за рабство? 15 часов человек в работе с раннего утра. Это их алгоритмы, чтобы вы понимали. С раннего утра. И вот так вот они. Ужас. Тем не менее, это опыт, надо учиться и ничего не поделаешь. В общем, такой вот день. Началось все замечательно, закончилась у Йова. Будем ждать следующей попытки. Я обязательно отыграюсь. Я это просто так не оставлю, потому что, ну и я не могу здесь просто принять, простить и отпустить. Это для меня не работает. Так что, ребят, обязательно скоро с вами встретимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро увидимся. Я обязательно это сделаю. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Постойте субтитры подогнал «Симон»!